Все мы знаем, что муравьи чрезвычайно сильны и могут спокойно переносить массу в десятки раз превышающую их собственную. Ученые не перестают восхищаться сложной социальной структурой их сообществ. Разделение труда закреплено у них на уровне биологии. То есть муравьи разного размера и пола заранее запрограммированы, чтобы быть солдатами, рабочими, самцами или матками. Но все это не мешает некоторым из них демонстрировать образцы совершенно нерационального, без преувеличения самоубийственного поведения. Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Представьте, как сотни, а то и тысячи существ бесцельно ходят по кругу. Кто-то бежит задыхаясь спешки, кто-то бредет на последнем издыхании. Но самое главное, все это творится у гигантской горы тел, которая растет прямо на глазах. И ведьминские темные ритуалы здесь совершенно ни при чем. Перед нами пугающее своей безысходностью явление карусель смерти. Жертвой живого круговорота могут стать тысячи муравьев, а то и весь муравейник. Насекомые, впустившись в хоровод, длительно и мучительно самоликвидируются путем экстремального истощения. Что же заставляет бедолах ходить по спирали страданий, отправляясь в неминуемое небытие? Дело в том, что муравьи видят мир не в красках, а в запахах. Насекомые используют феромоны для самых разных целей, в том числе и отмечают ими дорожки, чтобы не заблудиться. Когда все работает как надо, муравьи могут уходить на сотни метров от дома, не боясь заблудиться. Но иногда случается так, что муравей по ошибке наползает на свой собственный след, начиная бесконечно ходить по кругу. При этом сам работяга уверен, что движется вперед. Если это случается рядом с другими муравьями, колесо смерти начинает быстро пополняться все новыми и новыми узниками. Каждый из которых тоже оставляет феромонный след, делая его еще более сильным. Кстати, случается такое не только у муравьев. В ловушку могут попасть, например, термиты, стадные гусеницы и личинки походных комаров. Так, воронка смерти затягивает в себя все население муравейника. Если порочный круг не разорвать, то все насекомые будут обречены на медленную и мучительную смерть от истощения. А вот впервые это явление было досконально описано в 1944 году американским зоофизиологом Теодором Шнерейлой, который и дал название ему Dead Mill. Так как муравьи продолжают свой бег до тех пор, пока не упадут замертво и карусель смерти продолжает свое вращение до полного истощения своих участников, оставляя за собой полчища погибших муравьев. Одним из самых впечатляющих его примеров наблюдал в Гаяне в 1921 году американский натуралист Вильям Бибе. Он описал муравьеворот, который составлял круг диаметром около 120 метров и полный цикл каждый из муравьев совершал за два с половиной часа. Муравьиный круг просуществовал два дня, усеивая почву под собой мертвыми телами, пока небольшая группа рабочих муравьев случайно не отделилась от общего движения и не увела за собой оставшихся живых. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!